всем здравствуйте так давайте потихонечку начинать я стримлю через зум на youtube поэтому будет небольшая задержка секунд в 20 но тем не менее все должно работать если вы меня видите видите мой экран также слышите меня напишите пожалуйста плюсики в чат что все хорошо так отлично я вижу первые плюсики будем считать что все хорошо давайте начинать так меня зовут шурупин станислав я ведущий разработчик в компании ipam и сегодня вам буду рассказывать про тему развертывания айс по датной корр приложений в эйжу так правила у нас сегодня довольно простые так как у вас нет возможности со мной пообщаться голосом поэтому пишите все свои вопросы в чате буду по ходу стараться переключаться на чат и смотреть вопросы отвечать по ходу если на что-то по ходу не отвечу то в конце вернемся к вопросам и пройдемся по всем постараюсь на все ответить это в принципе самое главное пойдемте дальше так я поставил две цели на этот вебинар первое это чтобы вы узнали что такое microsoft эжу и начали пользоваться сервисами которые уже предоставляет и второй момент это мы с вами научимся разворачивать удобный корр приложения с помощью эжу а в частности с помощью сервиса of service и также в процессе настроим continuous deployment для этого приложения так план сегодня такой сделаем обзор реже и также делаем обзор об сервисом который будем использовать и непосредственно перейдем к дэмке создадим spd-нод корр приложения с нуля и уже будем деплоить его с помощью об сервиса попутно настраивая continuous deployment из гитхаба да и в конце к весе так окей давайте начинать microsoft эжа что это такое я попутно буду открывать ссылочки переходить и как-то может быть показывать некоторые вещи на самих сайтах да и же это облачная платформа которая представляет более чем 200 различных сервисов для разработки ваших приложений то есть приложение могут быть любые это веб-приложения мобильные приложения просто какие-то веб-сервисы и так далее да сразу скажу эжа это платформа от microsoft да и соответственно на соответственно microsoft с помощью эжа как бы зарабатывает и поэтому она не бесплатная но хорошая новость в том что для новых пользователей есть очень много бесплатных сервисов которые можно использовать так давайте я попробую открыть через инкогнито и посмотреть и перейти на страницу регистрации да вот она то есть регистрация бесплатно единственный единственный момент который должен стать это то что вам придется привязать карту но сейчас многие банки представляют виртуальные карты этот вариант тоже работает можно привязать просто какую-то виртуальную карточку и то есть самом начале с вас деньги списываться не будут и более того всегда когда вы какой-то сервис будете заводить там всегда будет писаться тариф и вы уже будете заранее знать платный он или бесплатный если платный то сколько он будет стоить после регистрации вам дадут 200 долларов которые вы можете потратить на в течение 30 дней используя платные сервисы а также какие-то сервисы будут бесплатных в течение всего года и более 25 сервисов вот как они пишут они будут бесплатных всегда вот поэтому на сайте и же тут microsoft.com можете регистрироваться и собственно только после вы сможете начать пользоваться сервисом окей что такое сервис и сейчас мы подробнее рассмотрим а ну вот собственно да об этом у меня следующий слайд да как я сказал с помощью сервисов и же вы можете разрабатывать самые разные приложения будь то в будь то мобайл будь то что то еще вот слева есть меню сервисов по категориям да вот здесь можно увидеть ну и знакомого да что очень часто используется это вот девопс база данных блокчейн может быть машинное обучение обильные приложения смешанная реальность хранилище да здесь сразу же такой момент я сейчас открыл сайт на русском языке в самом самом низу можно переключаться на английский язык дело в том что если переключиться вот эта группировка она во первых на английском языке в оригинале да все названия в оригинале а также меняется набор сервисов которые будут видны при выборе какой-то группы ну давайте что-нибудь например откроем ну вот например база данных и вот здесь я вижу все сервисы которые есть в и же которые предоставляют сервисы по работе с базами данных то есть вот конкретно каждый из них что представляет нужно открывать например если мы открываем и же кэш-фор-эдис открывая какой сервис и здесь я могу увидеть во первых его описание чем он хорош какие у него есть плюсы какие есть минусы ну минусы наверное не напишут как минимум плюсы напишут а также что немало важно знать это вот вкладочка pricing либо на русском стоимость который вы можете перейти но данном случае у меня не открылся сразу не открылась сразу стоимость но открылась ссылка на калькулятор на которую тоже можно перенести и вот здесь уже можно повыставлять разные настройки ну давайте попробуем во первых это вы выбираете регион где ваш сервис будет физически развернут ну неважно пусть это будет сша например долларах и я хочу видеть стоимость за месяц так вот я открыл redis кэш и собственно вот он здесь показывает несколько разных планов basic стандарт премиум и так далее возможности которые включает каждый из планов и вот снизу так стоимость я ищу а ну вот она вот здесь да то есть они здесь часть группировка basic я перехожу сюда basic basic еще делится на еще какие-то подгруппы вот собственно сколько мне это будет выходить 16 долларов в месяц 40 долларов в месяц и так далее то есть да чтобы узнать какой сервис его конкретно открываете и не забывайте проиграть стоимость так да есть помимо того что вы на официальном сайте и же можете смотреть какие есть сервисы есть еще сайты агрегаторы вот я один здесь пример привел это и же charts.com здесь тоже по группировкам все те же сервисы может быть здесь удобнее смотреть вообще что что есть чем можно пользоваться вот здесь то же самое например если посмотреть колонку даты базис можно увидеть кассандру блокчейн космос деби мария деби ну и так далее так да все ссылочки которые я использую сегодня на презентации я вам в конце их пришлю так что дальше да дальше я хотел поговорить про географию и же на географической области и же так давайте-ка я открою что-нибудь покрупнее картинку да вот посмотрите собственно это карта мира до каждый из синих точек это дата-центр microsoft собственно когда вы вы будете будете создавать какой-то сервис любой сервис вам будет предложено где вы хотите его развернуть будь то ну и соответственно вы можете выбрать любой сервис но практически любой некоторые дата-центры они заточены чисто под нужды правительств поэтому некоторые из них нельзя будет выбирать но были но их только таких несколько поэтому большинство дата-центров что большинство регионов вы можете выбирать и создавая приложение вы можете например развернуть его в австралии либо развернуть его в америке либо южной америке то есть это на ваш взгляд когда мы с вами будем разворачивать наше приложение еще поговорим что стоит выбирать до помимо вот этой картинки я еще сегодня обнаружил такой сайт раньше никогда не встречал видимо это новый сайт microsoft инфраструкча map.microsoft.com да это вот смотрите microsoft сделал такой красивый сайт где планета и точками отмечены разные сущности которые относятся к эйжи да вот здесь слева легенда и самое главное что нас интересует пока лично я все скрою нас интересуют регионы вот собственно регионы это и есть дата-центры которые есть microsoft и что нас здесь интересует нас здесь интересует соответственно дата-центры или регионы те которые максимально близки к россии если вы посмотрите на россию в россии нет дата-центров microsoft и более того вот серенькие точки это точки строящихся дата-центров пока что даже строящихся нету в россии но вот самые близкие к россии да это дата-центр который находится в европе собственно зеленые это уже существующие которые можно пользоваться я вот чаще всего пользуюсь вот этим west europe так давайте посмотрим где находится если выбрать европу да вот я выбрал европу west europe дата-центр и он находится нидерландах то есть я вот чаще всего пользуюсь им и можно выбирать и любые другие да а нам вот будет интересно что вот в скором времени пока не написано когда камин сум камин сум строит строится дата-центр в польше то есть когда он достроится можно будет выбирать его и соответственно пинг между нашими сервисами которые мы разворачиваем эйджа до пользователей которые находятся в россии будет еще меньше то есть по сути все запросы ответы должны будут работать еще быстрее так если по ходу у вас какие то вопросы возникают вы пожалуйста пишите я периодически буду переключаться на чат смотреть что-то комментировать отвечать так собственно с дата-центрами это все и давайте сделаем небольшой обзор об сервисом который мы сегодня будем использовать а потом уже перейдем к дэмки так я переключусь на английский язык да и вот здесь в англоязычной версии до об сервис он находится в компьютер то есть нажимаем компьютер и вот он до сервис да хотел еще сказать то что а из по данным корр приложения можно разворачивать не только с помощью об сервиса есть разные да варианты в зависимости опять таки от требований вашего проекта один из вариантов может быть это эжи фанкшнс в данном случае это сервер лев решения да бакент у вас будет на функциях ну что это такое да можно почитать опять таки открыть еще один из вариантов как можно развернуть это арендовать полностью виртуальную машину и уже на этой виртуальной машине у вас будет и из и вы его уже можете настраивать ну как обычно как раньше то есть так ну да стоит еще сказать если выбирать об сервис можно развернуть ваше дот на дот корр приложения как на линуксовый как на линуксе да как на линуксе так и на windows но это еще не все можно деплоить не просто напрямую ваш код либо на линуксу либо на линукс линуксовую операционную систему либо на windows но можно но вы можете еще подготовить докер контейнер и также деплоить деплоить ваш докер контейнер либо опять таки линуксовую среду либо windows так ну давайте рассмотрим собственно об сервис что это такое это собственный сервис который вам позволяет деплоить приложение не только дотенд коровский вот здесь вот есть небольшое описание мы опять таки эти среды еще увидим когда будем проходить демку можно деплоить дотнет фреймворк то есть старые версии дотнета новый дотенд корр также ноду java python и php да также это можно все деплоить через контейнеры и у этого об сервиса есть следующие преимущества да во первых смотрите вам не нужно поддерживать инфраструктуру то есть вам нужно узнаю если вам не хватает оперативной памяти идти в магазин покупать оперативную память вставлять ваш сервер и тем самым ожидать что будет прирост вы можете очень быстро повышать мощности вашего сервиса то есть не хватает вам памяти оперативной вы можете перейти на более очень быстро можете перейти на более дорогой тариф и у вас увеличится количество оперативной памяти если не хватает например у вас место на диске опять-таки вы можете перейти вновь на более дорогой тариф и у вас место станет еще больше либо например написали вы какое-то очень успешное приложение да и в один день вам пришло миллион пользователей в апп-сервисе очень легко и очень удобно можно горизонтально масштабировать ваше приложение то есть есть скиллинг и экземпляры вашего предложения будут просто множиться и пользователи не будут получать 500 ошибку да для всех будет сайт доступен да также вам ну практически не нужно следить за security почему практически потому что в данном случае только часть проблем ложится на ваши плечи то есть на плечи разработчиков то есть нельзя полностью что вам не нужно больше следить за security не ставить какие-то патчи не обновлять библиотеки вам по-прежнему это все нужно делать но тем не менее если microsoft находит проблемы в своем сервисе какие-то глобальные то есть сам microsoft будет их патчить они просто выпускают какие-то патчи устанавливают и их заплатки то есть они применяются на все об сервисе которые развернуты во всех дата центрах то есть и ваше предложение попадет тоже то есть очень удобно то что проблемы security они лежат будут лежать не только на вас вот что дальше да одно из преимуществ то что есть встроенный ся и сиди процесса и и встроенные встроены они не только с гитхабом мы сегодня мы сегодня будем рассматривать гитхабом но даже если ваш код лежит например в edge devops либо например на битбакете вы все равно можете настроить ccd да здесь же есть фишка за даунтайм дипломент это то есть вы можете обновлять ваше приложение не останавливая его да то есть она будет доступна даже во время обновления но эта фишка доступна опять-таки только на платных тарифах каких это на каких тарифах какие появляются фичи до новые ну новые полезные мы с вами тоже посмотрим где так так же встроена встроена работа с виртуальными сетями вы можете внутри этого об сервис настроить сеть так что она будет доступна какому-то диапазону ip адресов и например вы можете его закрыть от всего мира и он будет доступен не знаю только вашему городу либо только вашей компании и так далее да и что здесь еще так но это наверное все основное я проговорил при него сейчас мы его еще в действии посмотрим если что-то непонятно я думаю в процессе дома вам станет понятно так так я пока не вижу вопросов тогда давайте в тюнечку переходить тема до дема включает создание спдм приложения стуля я поэтому заранее ничего не подготавливал поэтому некоторые вещи может быть будут немножечко долго но тем не менее зато будет процесс полностью честным то есть прям само нуля его создам за диплою и буду ожидать что она будет доступна в интернете поэтому давайте начинать так сначала я запущу visual studio 2019 так и здесь выберу create new project до открылось окно в котором можно выбирать темплейты да уже каких-то более-менее готовых приложений если воспользоваться поиском написать react здесь по умолчанию предлагается два проекта один с реактом а спдм а спдм нет корр из реакта а второе react and редакс я выберу который попроще просто react next так выбираем где этот репозиторий будет у меня хранится на файловой системе и задаю ему название назову его у от us up next да вот тут важный момент фреймворк который вы выбираете здесь вы будете должны выбрать тот же самый фреймворк а то когда вы будете создавать апп-сервис поэтому на это обратите внимание я у меня вот установлен локальный dotnet 5 я вот выбираю здесь можно оставить все как есть great так пока что грузится окей вроде бы прогрузилась давайте запустим и rebuild и да ребилд может занять какое-то время потому что внутри основного проекта есть папочка line up внутри которой лежит фронтовое приложение и то есть ему для вот этого реакторского приложения сейчас будет необходимо скачать все npm пакеты и только после их скачивания он сможет сделать ребилд и ну да сможет закончить ребилд потом попробуем запустить пишет что может занять несколько минут но обычно это несколько минут там где приносит максимум так пока что пока что происходит три сторинг нпм пакетов директория наверно уже создалась да вот вот здесь это приложение пока что я открою тогда терминал и перейду в эту директорию для будущей связки с гитом так Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Да, первый старт всегда долго, но вот открылось приложение, да, template вот он такой, на самом деле ничего особо нету, то есть главная страничка, и вот есть кнопки Home, Counter и Fetch. Counter тут какой-то счетчик, нажати на кнопку и Fetch получает какие-то данные сервера. Ну вот, собственно, такое приложение, его мы сейчас и задеплоим. Так, для этого давайте сначала задеплоим весь этот код, запушим, точнее, весь этот код на GitHub. Для этого я пойду на GitHub и создам новые репозитории. Так, много репозиторий, пусть он будет публичный, ну и, собственно, все. Тут эти галочки необязательно. Так, создали репозиторий, и нам нужно выполнить здесь пару команд, чтобы связать нашу локальную директорию с репозиторием на GitHub. Так, это git init. Да, я уже перешел в директорию моего solution, то есть я вот здесь нахожусь, здесь выполняю git init. Инициализировался репозиторий, и выполняю, и связываю, то есть, мою директорию с созданным репозиторием на GitHub. Для этого мне нужно выполнить вот эту команду. git remote add. Все, готово. По сути, теперь я могу открыть мою папку с solution в любом git клиенте. Я использую для этого git client fork. Здесь открою репозиторий. И вот он, autos.app. Так, собственно, вот мои все изменения. Давайте-ка я их закомичу сразу же. Так, вот первый commit, и сразу же делаем push репозиторий на GitHub. Просит меня авторизоваться. Авторизовываюсь. Так. Так, все, push прошел успешно. Давайте проверим. Возвращаюсь на GitHub, обновляю страницу этого репозитория, и вот только что прошел push. То есть, теперь весь этот код есть на GitHub. Отлично. Теперь мы, собственно, можем приходить в Azure. Для этого нам нужно пойти на портал Azure. Для этого нужно перейти в последующие ссылки. Портал.asia.com Собственно, после регистрации у вас станет доступен этот портал. После авторизации вы будете попадать вот на такую страницу. И, собственно, это один из способов создания, редактирования, удаления всех ваших сервисов, которые вы заводите в Azure. И, собственно, здесь же их можно настраивать, здесь же можно смотреть стоимость и так далее. После того, как вы авторизуетесь в портал Azure, чтобы вы не потерялись, начните с ссылочки All Services. То есть, по нажатию на нее вы увидите вообще все сервисы, которые представляет Azure. Также слева здесь есть группировка, и нас интересует App Service. То есть, он у меня здесь предлагается по умолчанию. Будет ли он у вас, я не знаю. Но если даже его здесь не будет, вы также его можете найти в категории Compute. Либо также можно воспользоваться поиском, и поиск тоже подсказывает, если вы правильно вводите название сервиса. Так, нас интересует App Service. Нажимаем на него. Вот у меня здесь уже какие-то App Service заведены. Мы с вами создаем новый. Create. Да, и вот открывается следующая страничка. Так, вот здесь давайте рассмотрим каждое меню подробно, потому что здесь вот как раз-таки все наши настройки, которые мы сейчас зададим, и которые будут использоваться для нашего приложения. Так, с самого начала. Project Details. Что здесь такое? Первое – это Subscription. Грубо говоря, это ваша подписка. Подписка создается в тот момент, когда вы создадите себе аккаунт, и, собственно, с этой самой подписки будут списываться деньги, если вы создадите платный сервис. Мы сегодня с вами будем создавать бесплатный сервис, поэтому я могу не переживать, я просто выбираю свою подписку. Ну, в данном случае вот эту, правильно. И дальше я должен завести ресурсную группу, ресурс групп. Ресурс групп – это такой контейнер, либо можно представлять его как папку, внутри которой можно будет найти все созданные вами сервисы для какого-то конкретного приложения. То есть, создавая какое-то приложение, я же могу воспользоваться несколькими сервисами Asia. Например, там, базу данных, потом App Service, потом какой-нибудь Virtual Network для настройки VPN и так далее, и так далее. То есть, для создания какого-то одного приложения вы можете использовать целый набор сервисов Asia. Так вот, чтобы этот набор у вас был где-то сгруппирован, под это дело заводятся ресурсные группы. В данном случае я создам новую ресурсную группу для нового приложения. Нажимаю Create New. И здесь пишу имя ресурсной группы. Давайте ее также назову Otus App. Все, вот здесь галочка говорит о том, что это имя свободно. Ну, в данном случае это имя должно быть уникально среди всех моих ресурсных групп. Но просто бывают филды, которые должны быть уникальны в рамках всего Asia. Поэтому, то есть, не все имена будут доступны для всех полей. Ну, вот дальше, кстати, мы сейчас увидим такой пример. Так, я завел. Галочка мне позволяет создать ресурсную группу с таким именем. Окей. Идем дальше. Инстанс Details. То есть, информация, соответственно, об экземпляре нашего приложения. То есть, первое – это name. То есть, вот как раз-таки name, который мы зададим. К этому name добавится следующее доменное имя .azurewebsites.net. И именно по этому имени, по этому доменному имени, наше приложение будет видно в интернете. То есть, по нему мы сможем ходить, открывать наш веб-сайт. И вот как раз-таки оно должно быть уникальным в рамках всего Asia. То есть, если какой-нибудь app задам, наверняка кто-то уже создал такое приложение. Кто-то уже создал app.azurewebsites.net. И, собственно, я его не могу занять. Поэтому я должен что-то написать уникальное. Давайте проверим. Отус.app. Ладно, вот. Отус.app еще никто не занял, поэтому его займу я. Так, можно? Так, идем дальше. Паблиш. Ну, собственно, это опция, которая говорит о том, как мы будем деплоить наш проект. То есть, из кода и свяжем его с каким-нибудь репозиторием, либо же из докер-контейнера и свяжем его, например, с докер-хабом. В данном случае мы с вами будем рассматривать вариант из кода, поэтому я просто выбираю код и дальше переходим к runtime stack. Это, собственно, платформа, на которой вы написали ваше приложение и с которой хотите деплоиться. Вот смотрите, App Service предоставляет деплоис разных платформ, то есть .NET. Здесь вот мы видим .NET Framework 3.5.4.8, .NET Core 2.1, 3.1 и вот новые версии .NET, это пятая и шестая Early Access, которые сейчас в превью находятся. помимо .NET, смотрите, можно Java, разные версии, Node, разные версии, тоже PHP, Python и Ruby. Так, ну в нашем случае это был .NET 5, поэтому я выбираю .NET 5. И дальше операционная система. То есть я могу продеплоиться на Linux, могу продеплоиться на Windows. Да, в зависимости от того, что я выбираю, не только в операционной системе, но и в других филдах, настройки ниже, они могут постоянно меняться, поэтому имеет смысл, когда вы какой-то сервис заводите, имеет смысл пробовать разные конфигурации и смотреть, как они влияют на настройки дальше. Так, в нашем случае давайте выберем Windows и дальше как раз-таки вот мы выбираем регион. То есть это то, о чем мы с вами говорили. В каком дата-центре будет развернуто наше приложение. То есть нажимаю drop-down и вот здесь этот список всех доступных регионов. То есть можно развернуть в Австралии, в Бразилии, ну и вообще где хотим. Как правильно выбирать регион? Регион нужно выбирать так, чтобы он был максимально близким к пользователям вашего приложения. То есть предположим, например, я разрабатываю приложение для пользователей из России, но в России дата-центра нет, поэтому я должен выбрать тот регион, который будет максимально близок к России. В данном случае этот регион West Europe то есть в Нидерландах, которые мы с вами посмотрели. Но, по-моему, есть варианты и с Германией. Ну, не суть, да, вот West Europe это в принципе уже небольшая будет задержка, нам хорошо подходит. Так, выбрали West Europe и идем дальше. Дальше настройки App Service плана. Что это такое? Это, собственно, тариф, который мы сейчас выберем. Он будет находиться в отдельной сущности. Ну, вот эта сущность, App Service план так и будет называться, она тоже поместится в нашу ресурсную группу. Для чего это сделано отдельной сущностью, такой как App Service план? Просто для того, чтобы мы могли в любой момент ее поменять. То есть чтобы мы могли повысить тариф и получить более мощные ресурсы для приложения, а также могли понизить тариф и получить более низкую стоимость. Так вот, я выбрал вот здесь выше, то есть Windows и West Europe. Вот, собственно, здесь пишет Windows план, West Europe. То есть в зависимости от операционной системы и региона тарифы могут меняться. Они могут отличаться не сильно, и опять-таки это зависит от сервиса, который мы заводим. Поэтому, ну, вот я говорю то, что он отличается не сильно, я имею в виду App Service. Если вы выбираете какой-то другой сервис, не знаю, там, например, база данных, либо что-то еще, то имеет смысл опять-таки поиграться и с регионами, и с операционными системами и так далее, и посравнивать тарифы. Так, в данном случае я выбрал Windows план West Europe, и под это дело я тоже заведу новый App Service план. Да, App Service планы, их можно использовать один на несколько приложений. Ну, давайте я создам новый. Otus App Service план, вот так назову его. Да, имя свободно, окей. Да, и вот, собственно, ниже SKU and Size. Что это такое? Это вот как раз-таки тарифы. Наконец-то мы до них дошли. Нажимаем здесь Change Size. И всплывает вот такое окно, в котором, собственно, я и могу выбрать... мощности, которые мне будут нужны. Первое, на что надо посмотреть, это на три вкладки, которые здесь вверху. Dev and Test, Production и Isolated. Собственно, ну, по названию понятно, да, для каких нужд. Dev и Test – это для того, чтобы зарабатывать ваше приложение, может быть, какие-то PET-проджекты, где не так важны мощности. Production – это уже Production Ready приложение, да, с ним можно уже выходить в Live и, собственно, настоящим пользователям отдавать это приложение. Ну, и Isolated – это более мощные какие-то машины. На них уже какие-то очень вычислительные приложения можно хвостить. Да, вот обратите внимание... Да, тут есть Additional Options. Если я нажму, какие-то еще тарифы появились. Обратите внимание, здесь, во-первых, сразу же пишется описание небольшое, да, ну, вот, например, у меня выбран сейчас вот этот, F1. И что здесь написано? 1 гигабайт memory, то есть оперативной памяти будет доступен 1 гигабайт и 60 минут в день времени вычисления. То есть мое приложение на 100% загрузку центрального процессора будет работать только 60 дней в день. Это так, потому что данный тариф, он бесплатный. То есть если я выберу какой-нибудь, ну, например, вот этот, B1, да, тут уже и памяти больше, 1.7 гигабайт, и тут уже нет ограничений по времени выполнения приложения в сутки. То есть оно у меня уже будет доступно 24 на 7. А также вот давайте еще раз я выберу вот это F1. Обратите внимание вот на фишки, которые вот здесь пониже. В данном случае вот я вижу, что мне включено, ну, то есть память. Это вот та же самая 1 гигабайт оперативной памяти. И еще мне будет предоставлен 1 гигабайт диска. То есть этот 1 гигабайт, я смогу в него сохранить какие-то картинки, какие-то файлы и так далее. А вот если я выберу тариф какой-то подороже, да. Да, кстати, вот цена также написана здесь. Вот здесь цена приблизительная, да, если мы этим приблизительным, 3400 рублей в месяц. Так вот, за эту цену я получу помимо памяти, ну, памяти 1.75, да, и диска. В данном случае уже не 1 гигабайт, а 10 гигабайт. И помимо этого я получу какие-то еще фичи, да. Какое-то вот Azure Compute Units. Сейчас не подскажу, что это, но вот подскажу насчет этих двух. Это кастомные домены, да. То есть если у вас какой-то куплен домен ваш личный, вы можете привязать к этому сайту, который мы развернем. А также здесь включено горизонтальное масштабирование. То есть если у вас нагрузка на ваше приложение будет большая, будет возможность автоматически сделать скейлинг до трех приложений одновременно. Да, на тарифе бесплатно, F1 таких возможностей нету, но для того, чтобы просто развернуть наше приложение, этого будет достаточно. Да, какие еще есть фичи, да, у каждого из тарифов. Имеет смысл также выбирать каждый тариф отдельно и просто здесь поскролить, посмотреть, что появляется. Если по какой-то фишке непонятно, что она вообще дает, опять-таки стоит пойти в описание App Service в документации и почитать. Там это все есть. Так, для наших нужд давайте выберем бесплатный вариант. F1, Free, я его выбираю, нажимаю Apply. Так, окей, вопросов пока нет. Двигаемся дальше. Да, далее мы переходим к страничке, где будет настройка дипломента. Собственно, это вот встроенный continuous deployment прямо из App Service, и connect будет с GitHub. Нажимаем, переходим на вторую вкладку, да, и вот по умолчанию он выключен, disable. Чтобы включить, мне нужно выбрать enable, опцию. И здесь у вас первое, что будет, это авторизация, по-моему, в разные сервисы. Мне кажется, я выбирал GitHub. Да, просто смотрите, я здесь уже авторизован, я проходил уже авторизацию. Вы же просто выберите GitHub, у вас всплывет какая-то моделка, вам нужно будет ввести логин-пароль от GitHub, вы сможете авторизоваться, и после этого вы увидите на вот этой страничке свой логин из GitHub. Я уже эту авторизацию проходил единожды, и поэтому у меня уже связка есть, мне ее проходить не нужно. Поэтому я здесь сразу вижу то, что я уже авторизован, вижу свой юзернейм. Далее я просто выбираю, опять-таки, свой юзернейм из GitHub, и в репозитории я буду видеть все репозитории, которые у меня есть на GitHub, включая приватные репозитории и включая публичные. В данном случае мы с вами сегодня завели отус-ап, вот он, я его выбираю. И далее я выбираю ветку, с которой хочу, чтобы происходил дипломент. То есть как только на GitHub создастся GitHub Action, который будет следить за состоянием моей ветки. В данном случае, как только какой-то код будет мерзиться в ветку мастер, будет автоматически запускаться дипломент, и я буду получать новую версию своего приложения. Так, я выбираю ветку мастер, нажимаю next. Следующая фишка, ну, давайте ее обсудим, потому что она бывает очень полезной, это application insights. Это на самом деле тоже отдельный сервис, который предоставляет трекинг за состоянием вашего приложения. А именно, если ваше приложение будет выбрасывать какие-то ошибки, любые, будь то просто ваш сервис упал из-за нагрузки, либо просто внутри кода произошла какая-то ошибка и выбросился .NET exception, у вас application insight будет это все логировать и сохранять в Asia. И вы, то есть, в любой момент времени сможете открыть вот этот сервис application insight, здесь же на портале, открыть таблички с логами и посмотреть, какие эксепшены, в какой момент времени у вас вообще случались, и уже провести какой-то анализ, нужно ли вам их править или не нужно. Так, давайте я оставлю тогда enable yes, чтобы application insight создался, и потом глянем, ну, глянем, где он появится и, собственно, что в нем можно посмотреть. Так, он мне здесь уже предложил имя otus app, ну, пускай так останется, ничего не буду менять. Так, следующая вкладочка – это тегс. Это, собственно, просто механизм тегов. Вы можете вашим ресурсам, которые вы создаете, просто вешать какие-то теги просто для себя. Просто по этим тегам вы в будущем сможете делать запросы, например, по стоимости. Вы, например, хотите посчитать, сколько денег у вас тратится на все вообще сервисы, которые были помечены тегом otus, например. Для этого вы при создании ваших сервисов можете их здесь помечать с помощью тега, с помощью тегов. Но это необязательно, поэтому этот степ я скипнул и переходим дальше. Review and create. Спасибо. Так, происходит какая-то валидация всех настроек, которые я сделал. Вот она прошла. Ну и, собственно, это последний шаг, на котором уже ничего настраивать не нужно. Здесь вы просто проверяете все то, что вы настроили перед тем, как, собственно, создать сервис. То есть вы здесь все читаете, ни в деле вы не ошиблись, все ли сервисы названы правильно, правильно ли тариф вы выбрали и так далее. Так, ну, будем надеяться, что все правильно. Да, и до того, как я нажму кнопку create, хочу вам показать один момент, который дальше станет очень важным. Смотрите, вернемся на GitHub, и здесь я сделал один единственный push. И, собственно, у меня есть только одна единственная ветка. Вот я приведу в мастер, да? И в нее был сделан один единственный коммит от меня 20 минут назад. Все здорово. После того, как я создам сейчас приложение, Azure, так как он заимел доступ к моему репозиторию для того, чтобы делать continuous deployment, он сделает коммит в мой репозиторий с файлом, в котором будут лежать все настройки по диплойменту. Этот файл можно будет менять в будущем, если вам нужны какие-то процессы, если вам нужны какие-то изменения в процессе CICD. Но если они вас полностью устраивают, то его можно будет оставить. Просто вам покажу, что он сейчас появится, и какая еще функциональность появится в репозитории на GitHub. Так, давайте создавать App Service. Нажимаю Create. И, собственно, пошло создание. Это тоже нужно будет дождаться, и потом мы увидим, что случится. Обычно это тоже происходит недолго. Может быть, минута, может быть, две. Так. Здесь он пишет разные логи, потому что он уже создал. Но нам важно дождаться, пока диплоймент пройдет полностью. Так. Так, все. Диплоймент is complete. Здесь всплывает моделка, то, что можно перейти к этому ресурсу. Если вы ее потеряли, не так страшно. Вы всегда можете найти ваши сервисы в ресурсных группах. То есть помните, мы заводили ресурсную группу специально под это приложение. Вот я слева открываю ресурсные группы, и у меня здесь было Otus App Resource Group. То есть я открываю его, и вот здесь я вижу все ресурсы, которые были созданы для моего приложения. То есть это вот, смотрите, App Service, Otus App, Application Insights, сервис, который будет следить за логами, и сервис план, App Service план, собственно, на котором можно менять тариф. Сейчас давайте перейдем на App Service. Нажимаю на него, и здесь открывается вся информация об App Service. Слева здесь меню по настройкам. На главном меню вот здесь есть веб-сайт, по которому я ожидаю, что мое приложение будет доступно. Давайте его откроем. Вот, и я не увидел веб-сайт, который мы с вами сегодня запускали, а хотел бы. А почему я его не увидел? А не увидел я его потому, что до сих пор идет диплоймент моего приложения. Если я вернусь в GitHub, перейду на главную страницу моего репозитория, во-первых, обратите внимание, здесь появилось сообщение, на то, что 2 минуты назад был какой-то коммит. Давайте откроем. Да, от моего имени этот коммит произошел, но вот произошел такой коммит. И Azure добавил мне файл master, нижнее подчеркнение, от apps.yaml, в котором есть описание того, как будет происходить диплоймент. Помимо этого, здесь появилась такая оранжевая точка, которую можно нажать и прийти в details. И вот здесь я буду видеть состояние того, как проходит диплоймент. Вот, видимо, прямо сейчас он закончился. До этого были выполнены следующие таски, то есть вот setup job, check out GitHub actions, ну и так далее. Все вот эти вещи, которые были проделаны с помощью continuous deployment, они описаны вот в этом как раз файле, который был коммитнут. То есть, если у вас есть познание в настройке CICD процессов, вы, по сути, вот этот файл можете открыть, редактировать, закоммитить, и уже новые настройки будут применяться. Так вот, сейчас я открою репозиторию еще раз, теперь вместо оранжевой точки я увижу галочку. Это информация о том, что диплоймент прошел. Помимо этого, то, что диплоймент прошел, это можно узнать, если вернуться в AppService на портале и перейти в диплоймент центр. Вот здесь слева, если мы его откроем, если мы его откроем, здесь тоже будет вкладка Logs. Если ее нажать, вот здесь я увижу информацию о том, что произошел диплоймент. То есть, вот он последний раз был 8.56, и он закончился со статусом Success, то есть успешный диплоймент. И вот только теперь я могу вернуться к своему доменному имени, и теперь вот открыть сайт и посмотреть, откроется ли веб-сайт, который мы с вами разработали. Вот, собственно, он открылся. OtusApp.AsiaWebsite.net и это тот же самый веб-сайт, который я вам показывал. То есть, та же самая кнопочка инкремент и фич дата. Помимо того, что вот у нас создался такой App Service, да, что еще? До того, как мы пришли к другим сервисам, еще одну вещь. Теперь вот этот continuous deployment, который мы с вами настроили при создании App Service, он будет выполняться всегда, ну, как я говорил, при коммите в ветку мастер. То есть, если я сейчас открою свое приложение, допишу какой-то код, сделаю commit push в мастер, либо просто я сделаю, создаю новую ветку, да, а потом сделаю pull request в мастер. Как только наши изменения зальются в мастер, deployment запустится автоматически. Также я смогу в логохе здесь увидеть информацию о том, что deployment запустился. Также эту же самую информацию я вижу вот здесь опять-таки. информацию в моем репозиторе. Здесь будет опять-таки оранжевая галочка. Я смогу перейти в details и увидеть то, что таски происходят, выполняются. И как только все таски выполнятся, я могу рассчитывать на то, что мой сайт обновился. Могу его открыть по той же самой ссылке и увидеть новый функционал, который я сделал. Помимо этого, да, давайте посмотрим, вернемся в ресурсную группу, откроем еще раз нашу ресурсную группу. Да, здесь был создан application insights. Давайте откроем его. И здесь мы можем видеть метрики по тому, что происходило с вашим веб-сайтом. Наш сайт еще отработал довольно малое количество времени, только несколько минут, поэтому здесь мы пока что не видим информации о том, сколько запросов было на этот сайт, отправлено, сколько принято, сколько запросов упало и так далее. Но, то есть, если бы сайт пожил какое-то довольно долгое время, здесь можно было переходить просто с этих диаграмм попосредственно в страничке запросов и уже видеть какую-то более точную информацию. То есть, если бы здесь были вот failures, я открыл, если бы наше приложение падало с какими-то эксепшенами, здесь бы ниже появился бы список из эксепшенов, каждый из которых я мог бы открыть и получить информацию о том, когда он случился, получить его stack trace и так далее, и так далее. Я бы уже думал, то есть, заводить ли мне баги на эти эксепшены или нет, править их или не нужно, ну и так далее. То есть, Application Insights это специальный сервис, который вам позволяет вести логи по вашему приложению. Да, и еще один сервис, который рядышком создался, это App Service Plan. Это сервис, как я говорил, в котором вы можете управлять планом, тарифом, который вы выбрали. То есть, если вы поняли, что в какой-то момент ваше приложение не справляется с нагрузкой, вы можете вот открыть App Service Plan, здесь перейти в Scale Up и вот решить. Ага, один гигабайт памяти нам уже не хватает, нам нужно больше. Нам нужно, не знаю, 7 гигабайт памяти. Выбираем этот, принимаем Apply и автоматически у вас повысится повысится ресурс, который будет использовать ваш App Plan, ну и соответственно у вас повысится стоимость, которую у вас будет снимать за это приложение. Собственно, на этом демка заканчивается. Мы создали свое приложение, создали App Service, смогли задеплоить наше приложение из GitHub и автоматически создался Continuous Deployment. С демо на этом все. Есть ли у вас какие-то вопросы? Пока вы пишете вопросы, если они есть. Я вам скину, во-первых, все полезные ссылочки. Да, также скину ссылочку на опрос. И, коллеги, у меня на этом все. Ожидаю вопроса от вас. Давайте что-нибудь обсудим, все ли было понятно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну окей. Я не вижу вопросов. Надеюсь, что было достаточно понятно. Призываю всех пользоваться сервисами Azure. На самом деле, очень удобно. Мне нравится пользоваться Azure. Можно как-то получить бесплатный DOS в Azure для экспериментов? Да-да-да, можно. Вам нужно пройти регистрацию. Единственный момент, про который я говорил, вам придется привязать банковскую карту. Можете привязать реальную карту, можете привязать виртуальную карту. это по сути, по сути, не суть. Microsoft сразу же денег не спишет. Более того, 12 месяцев вы будете определенными сервисами пользоваться бесплатно. Какие-то сервисы бесплатны всегда. Вот сервис AppService, который я сегодня демонстрировал, он бесплатный. До 10 AppService вы можете создавать абсолютно бесплатно, выбирать тариф free, который я сегодня выбирал, и он будет бесплатным. То есть, ваше приложение будет работать. То есть, если я вот это приложение не удалю, оно будет в интернете абсолютно бесплатно работать. Все будет хорошо. Да, и более того, вам дадут 200 долларов, которые вы можете потратить на платные сервисы либо на платные тарифы. Да, виртуальную карту, насколько я знаю, это рабочий вариант будет работать. Да, запись вебинара останется на YouTube, сможете ее пересматривать. коллеги, если у вас больше нет вопросов, то у меня на этом все. большое спасибо, что сегодня присоединялись. Приходите на следующий вебинар. Всем большое спасибо. 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 Продолжение следует...